Добрый день, дорогие друзья! Надеюсь, меня видно, слышно. С вами Дмитрий Черепощук. Будем рассматривать с вами интересные идеи на сегодняшний день. Давайте начнем с нефти. Нефть все-таки не удержалась. Мы рассматривали ее на поход выше. Но, как видите, не сделали мы перехай. Это сигнал первый на то, что все-таки где-то близится разворот тренда. Посмотрим, как мы будем удерживать этот лой. И после этого будем смотреть, как мы будем ключевую точку проходить 71.32. Пока сохраняется у нас нисходящая локальная тенденция. Мы видим, что у нас идет какого-то рода снижение. Поэтому я бы смотрел пока на нефть сугубо не торгуя, только наблюдая. Потому что пока я лезть не буду, пока четко не будет понятен тренд. Потому что у нас идет пока снижение локальное, но тем не менее никакой лой еще мы не переписали. Когда мы перепишем 72.70, вот тогда я уже буду смотреть больше на открытие шертовых позиций, на какую-то коррекцию. Но пока нефть смотрится все так же в восходящем тренде. Если мы закрепляемся еще в эту пятницу выше зоны 73.60, это тоже будет хорошим знаком. Что все-таки крупный покупатель, крупные игроки удержали эту позицию. И будут стремиться вытягивать инструмент выше. Что касается по золоту. Мы рассматривали на прошлой неделе, что у нас есть такой боковик. Все-таки вы видите, вышли мы выше, да, из этого накопления, из этого боковика. Но не смотримся мы сильно, да. Если взять, например, по часовику. Хороший выстрел, все замечательно. Вчера весь день колбаса вот такая, никуда мы толком не пошли. И сегодня опять снижение. Поэтому видно, что у инструмента пока, пока нет как таковой силы и денег, да, для того, чтобы пойти выше. Но, тем не менее, из боковика мы вышли. Поэтому теперь смотрим от его верхней границы, да, от 18.15. Если у нас будет ретест этого уровня и нас не затянут обратно в эту консолидацию. Мы, конечно, можем рассматривать от этой границы поход выше, да, вплоть там зоны 18.72. И вот этот паранормальный бар, прошу прощения, 18.67. Вот, поэтому смотрю, золото положительно, да, на рост. Но пока вот такая слабость, если брать локально, да, никакой пока перспективы. Именно на сегодняшний день, да, на 16.07 я пока не вижу, потому что демонстрирует последних два дня все-таки слабость. Что интересного по евро-доллару? По евро-доллару все-таки вышли мы ниже, да, мы рассматривали с вами, что если нас не затянут, как всегда сделали ложный пробой. Вот, и обратно завели нас ниже этой проторговки. Вот, поэтому идем по тренду. Сильно упали, обратно же нас нет никакого отката, то есть нас жмут-жмут, да, сделали ложный пробой. И обратно ситуация идет по тренду. Поэтому любой откат, да, вплоть до зоны 18.68 или пробитие, очень хорошая точка входа у вас будет, если вы дождетесь закрепления ниже 17.99. Вот тогда откроется хороший диапазон, да, вплоть до вот этого экстремальной точки 17.49, откуда было такое огромное восходящее движение. И здесь мы уже будем с вами смотреть, если будут выходить повышенные объемы, если мы увидим удержание, да, или сильный ложный пробой и сразу отскок, то есть даже не дадут постоять толком на этой цене, значит мы опять будем рассматривать инструмент на повышение. Пока инструмент смотрится красиво по тренду, еще раз напомню, при пробитии 1.17.99 я бы рассматривал его на шортовом листе. Евро, рубль не очень интересный, да, пока в боковом движении. Интересен более доллар-рубль. Вот такая у нас тоже есть своего рода проторговка. Три красивых бара, да, никак не можем мы пройти вот эту границу, да, этого бара. И пока стоим, если мы посмотрим чуть далее, да, это раньше еще было, когда он не торговался так более активно, но тем не менее мы видим, что здесь было какое-то удержание, потом ложный пробой и сразу же выход наверх. Поэтому пока мы стоим, консолидируемся. Если нефть опять же продолжит свое снижение, естественно, это произведет к тому, что рубль будет падать. Соответственно, мы можем открывать лонговые позиции от района 74.767. Это будет хорошая позиция, да, с понятным стопом, то есть где будет отмена вашего сценария. То есть если выходит ниже 74.650, вы точно знаете, что, значит, картинка поломалась. Вы принимаете, да, свой технический стоп и понимаете, что вы были, значит, неправы. Вот. Поэтому смотрим пока за развитием событий. Хорошая консолидация на часовом таймфрейме, да. На дневном все симпатично. Сегодня, вы видите, немножко не добиваем до этой зоны и сразу же выходит объем. Поэтому я бы понаблюдал от этой зоны и старался бы где-то вклиниться, да, приклеиться к этому крупному игроку и постараться забрать свои 3-4 к 1 и благополучно, да, уйти на отдых с прибылью. Поэтому по рынку это вся информация, да, которую я хотел вам донести. Потому что сейчас летний период, как таковых интересных ситуаций мало, да, видно, все инвесторы отдыхают, да, крупные игроки. Поэтому желаю вам хорошего отдыха, всего доброго, до свидания.